Сегодня говорим о мобилизации в армию страны-оккупанта, а точнее о том, как этой мобилизации избежать. Хорошая новость – это возможно не только если вы инвалид первой группы. Есть список диагнозов, с которыми вас не могут призвать даже в людоедскую российскую армию. И вполне возможно, он вас приятно удивит. Ну, то есть приятного в хроническом простатизе, сколиозе или парадонтозе, конечно, мало. Но именно благодаря им у вас есть возможность не убивать украинцев. Таких диагнозов много. Полный список вы можете найти на нашем сайте UASAUS в статье «Что делать крымчанину, который не хочет убивать украинцев». Что же делать тем, кому повезло со здоровьем или повезло, например, стать отцом четверых детей, но не повезло попасть в мобилизационные списки? Выход есть всегда. Во-первых, вы не должны идти в военкомат, если вам кто-то оттуда позвонил. И если повестку передали через родственников, пусть выручают лично. И даже если им удалось вас перехватить, можно так получить повестку, чтобы ее не получить. Все в той же статье на сайте UASAUS мы подробно рассказываем, как вам действовать. Напоминаю, она называется «Что делать крымчанину, который не хочет убивать украинцев?». Выход есть всегда. И даже если вы уже попали в военкомат, из него тоже есть выход. По крайней мере, у людей с украинским паспортом он есть наверняка. Чем поможет украинский паспорт? Считайте все в той же статье на UASAUS. Ваша задача максимально подготовиться к нежелательному контакту с русским военкомом. Наша помочь вам в этой подготовке. Мы приложили к статье шаблоны документов, которые вам нужно составить и подписать. Чем раньше, тем лучше. Мы предусмотрели даже беспредел. И утверждаем, даже если вас загребли на военные сборы, выход есть. Начните его искать уже сейчас. UASAUS. Что делать крымчанину, который не хочет убивать украинцев? Заходите и читайте. Прямо сейчас.